Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Как всегда по традиции в конце дня, мой вечерний обзор таблиц общего медального зачета. Ну и кто внимательно следит за состоянием дел в общем зачете может сразу увидеть суточный прогресс китайских спортсменов. Еще вчера я немного их пожурил, и вот сегодня выдан результат на гора. Отставание по общему количеству медалей от американцев стало уже не 8 как вчера, а 2, и Китай реально хочет доминировать в спортивном мире, как по количеству золотых наград которых у него уже целых 29, и это выглядит фантастикой, так и по общему количеству медалей. Прямо какая-то китайская машина. И у американцев уже на целых 7 золотых медалей меньше. Есть повод призадуматься. Япония, Австралия и Россия остались на прежних местах. Великобритания немного приблизилась к нашим. Их отделяет всего одна золотая медаль. Но если считать по старой методике мы с багажом в 50 медалей, уверенно идем на третьем месте, и тут нам точно уже ничего не угрожает. У занимающих второе место британцев 35 медалей, и такой отрыв отыграть уже нереально. Учитывая сколько медалей на нас сыпется в конце программы Олимпийских игр. Сегодня у нас был относительно удачный день, говорю относительно потому что пара золотых медалей от нас уплыла. Это и велотрек, где мы могли без проблем стать первыми, это и непонятное судейское решение в спортивной гимнастике, вследствие чего пострадал Денис Аблязин, лишившись законного золота, это и стрелок Сергей Каменский, немного дрогнувший в финальной серии в борьбе с китайцем. Поэтому золотыми медалями на Олимпиаде надо дорожить. Про волейболисток разговор особый, не понимаю какой смысл обыгрывать американок и потом проигрывать турчанкам и вследствие чего выходить в четвертьфинале на грозных бразильянок. Все-таки верю, что борцы и боксеры еще не раз порадуют нас медалями любого достоинства. Но одной из интриг второй половины Олимпиады, думаю, будет борьба трех команд, а это Великобритании, Австралии и Японии, за право называться четвертой командой по общему количеству завоеванных наград. Я отдаю предпочтение Великобритании. Больше существенных изменений в таблице за сутки не произошло. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.